Хоккейный клуб «Адмирал» начинает домашнюю подготовку. Команда в составе из 36 игроков собралась во Владивостоке и уже прошла медосмотр и специальное тестирование. Также в приморскую столицу прибыли и четыре потенциальных новичка «Адмирала» – Алхас Качкарев, Максим Китцин, Павел Махановский и Константин Романов. Тренировочный процесс моряков будет идти до 4 августа. За это время хоккеистам придется поработать и на земле, и в зале, и на льду. Под конец сборов приморцы проведут товарищеские встречи с национальной сборной Южной Кореи. А уже в середине августа моряки смогут помериться силами с клубами КХЛ в двух турнирах за Кубок Президента Казахстана и Кубок Республики Башкортостан. Стоит отметить, что домашние игры регулярно на чемпионата КХЛ «Адмирал» начнет 11 сентября на льду Фетисов арены матчем против хоккейного клуба «Слован». Автомоделисты Приморья провели третий этап чемпионата и первенства края. В этот раз двухдневные соревнования разделили на два города. Первая внедорожная гонка состоялась на форте номер 7 в Приморской столице, а классы «Он-Роад» встречались в Уссурийске. По традиции участников поделили на две возрастные категории – юноши до 16 лет и взрослые. Погонять на радиоуправляемых болидах собралось более 20 человек из Владивостока, Уссурийска, Арсеньева и Находки. Большая часть гонщиков – спортсмены молодежных составов команд муниципальных образований. Поэтому, как отмечают организаторы, такое первенство, помимо всего прочего, решает задачи профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. Напомню, что впереди всех пилотов ждет последний этап краевых соревнований, который пройдет 30 сентября в Арсеньеве. Первенство Приморского края по парусному спорту завершилось во Владивостоке. Детские соревнования собрали более 80 участников из яхт-клубов «Алые паруса», «Семь футов», «Навигатор», а также из команды от поселка Славянка. Всего за три гоночных дня удалось провести только шесть гонок, поскольку во Владивостоке все эти дни держалась сложная для парусных соревнований безветренная погода при температуре, доходящей до 30 градусов и выше. В тяжелых условиях ребята показывали свои морские навыки в классах «Оптимист», «Кадет», «420» и «Лазер 4,7». Большую часть наград поделили команды «Семь футов» и «Алый паруса». Как отметили организаторы, результаты оказались вполне ожидаемыми, так как именно эти клубы по большей части представляют край на более крупных соревнованиях. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.